Привет, друзья! С вами Киборджек и Стрэй, и наша очень любимая нами и вами рубрика Как поднять ММРчик? Всем привет, ребята! Да, если вам нравится наша рубрика, конечно же, подписывайтесь на нас, ставьте лайки под этим видео и не забывайте, что тему, которую вы хотите, чтобы мы обсудили, пишите в комментах, лайкайте подходящую и мы в следующем видео обязательно это рассмотрим. А сегодняшняя тема у нас... Шторм Спирит! Да не тормобиль! Я же пытаюсь наладить диалог! Представь, что мы на радио! Я с тобой, мы на радио, мы вместе! Поехали! Шторм Спирит! Гайд на Шторм Спирита! Естественно, мы собираемся в мид, в крайнем случае изи-лайн Или в лес! Что закупить? Стартовый закуп какой? Стартовый закуп много вариантов, точнее немного, их мало, но они есть! Короче, вообще, зачем мы берем Шторм Спирит? А Шторм Спирит очень хорошо против Тинкера заходит, потому что Тинкер у нас любит покупать Тревела и Даггер, потом портоваться на линии и куда-то в лесочек отпрыгивать. В этой ситуации Шторм вообще заезжает хорошо, то есть мы можем до него добраться и набить ему кабину прямо в лесу. Плюс, конечно же, Шторм отличнейший инициатор, и вы можете очень хорошо подпортить нервы дорогам. Да, Шторм вообще хорошо заезжает против Фуриона, против Тинкера, против таких героев, которые типа как сплитпушат, и они, по сути, не имеют таких скиллов, чтобы как-то выжить. То есть, по сути, Штормом напал на Фуриона, притянул, он твой. Штормом напал на Тинкера, если он, конечно, не с Дагоном, Этериалом, БКБ и так далее, то он твой. Вот. На миде стоять... Так какой начальный закуп? Вот, я сейчас к нему и иду. То есть, идем мы на мид, смотрим, кто против нас стоит. То есть, можно попытаться пойти в фастботл, но это, в принципе, легко. То есть, покупаете два тангусика, точнее, один тангусик и два бренча, или три бренча. Ну и просто там двух-трех крипов убиваете, и ботл уже несете. Но я таким вариантом сейчас не пользуюсь, потому что приходится на миде воевать за крипов, а вражеские мидеры обычно приходят с нуликами, с масочками, с атакой. И то есть, вот если вы стоите штормом против пака, например, он будет с нулем, вы без нуля, вы на фастботл, то, да, фастботл вы за счет первого скилла на фармите, но потом, как бы, он вас и харасить будет больнее, и крипов будет ему легче забирать, потому что 9 урона все-таки на миде они немножечко решают. Вот. Поэтому я советую вообще идти через нулик, плюс фласочку покупаете и просите союзника, чтобы там кто-то вас на тангуз запулил. Какой скилл-билд ты посоветуешь для мида? Ну, вообще, правильный скилл-билд, это через второй скилл, то есть ты качаешь первый-третий на раз, и второй на три качаешь, потому что на троечку его хватает, то есть на четыре его можно не докачивать, а потом докачиваешь третий скилл, то есть второй-третий, первый на раз. Ну, я сейчас, когда я бущу аккаунты, я пользуюсь скилл-билдом через замакшивание третьего скилла. То есть второй скилл для чего нам нужен? Чтобы, если вы его на три вкачиваете, то вы подходите к пацану, подлетаете на ульте, бьете его, ставите реминант, он взрывается, потом вы его притягиваете и ставите еще один реминант. То есть он там две секунды притягивает, и как раз реминантик его еще раз ударит. Ну, я бью не через реминанты, когда бущу аккаунты, я макшу третий скилл, он дает достаточно демеджа, то есть там чуть-чуть пролетел на ульте, дал удар, чуть-чуть пролетел, дал удар, чуть-чуть пролетел, дал удар, и в итоге за три удара входит там 500 урона. Такие дела. Но правильный скилл билд, скорее всего, для командной игры через второе, чтобы любого поймать, и уже он точно не убежит, там же есть секунда. Да, 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 это тоже для командной, то есть если у тебя Мирана есть, да, например, союзная, которая пришла гангать мид, то есть ей легче будет стрелой попасть не по бегущей цели, когда ты на пятом левеле, вот ты на три этот вортекс скачал, ты притянул, и она попадет стрелой 100%, так как там две секунды будет притяжка. То есть в этом случае, да, ну, и все по сути. Опять же, для командной игры это такое, то есть третий скилл очень хорошо замедляет. То есть если ты подлетаешь к пацану, ты его начинаешь бить, если у него нету ни блинка, ни инвиза, то твои типы все равно добегут. Как правильно стоять на лайне с Шторм Спиритом? Ну, что правильно фармить. Ударяться в фарм, поначалу можно, конечно, смотря какой герой стоит против тебя, можно его харасить. То есть фармите вы первым скиллом, харасите вы третьим скиллом. То есть смотрите, у крипа у одного пол-хп. Начинаете бить другого крипа, чтобы сравнять их здоровье, чтобы вы одним реминантом убивали двух крипов. То есть ради одного крипа ставить это хорошо, конечно, да, вы его зафармите, реминант мало маны, стоит 70, но все равно лучше фармить реминантом двух крипов. Ну, поэтому вы как бы коцаете двух крипов, у них остается по четверти хп, ставите реминант, у вас заряжается третий скилл, и реминантом забираются два крипа, и вы третьим скиллом бьете по герою вражескому. И вот так вот и действуете. То есть первым фармите, третьим забираете. Ну и также можно и просто с руки фармить. Какой следующий артефакт? Неужели будет Яша? Конечно, это Яша, чтобы быстрее бегать. Ну нет, на штриме это не Яша, надо смотреть, кто против вас играет. Если против вас есть хотя бы два героя, которые вас сильно контрят, грубо говоря, это Сайленсер и Леон, например, то в этом случае я после ПТ делаю БКБ, никаких арчитов. Почему арчитам же можно его вырубить, убить? Ну да, под глобал Сайленсом ты вырубишь и врубишь всех. Ну это на каком рейтинге успевают прожать глобал Сайленс, когда на тебе шторм вылетает и арчитам в тебя тыкает фастерстан? Да на любом рейтинге это могут прожать, это несложно. Просто вообще, если враги собираются втроем, например, Леон и Сайленсер, ты же с арчитам не влетишь, ты всех не заткнешь, все равно в тебя какой-то стан Хекс влетит, а потом тебя просто засайленсят, законтролят. Лучше делать БКБ. А в играх, если там против тебя как-нибудь Сэмочка, Лина, там Пурса, в миде Тинкер и в харде там Тарксир, да, где нету такого контроля, то можно делать первым артефактом арчит, он вообще очень хорош против Тинкера, Тинкер вообще не знает, что делать. Хорошо, вот допустим, либо арчит, либо БКБ. Какой следующий артефакт? Ну, если у нас первый артефакт торчит, то второй артефакт по ситуации. Если все же там один герой какой-то противный есть, который чем-то нас затыкает, ну, нет, Дум это неудачный вариант, Дум против Дума как бы нет приема. Линка. Ну, Линка против Дума это хорошо, конечно, но если Дум не Алеша, то не поможет Линка, он просто даст Кокос, а потом даст Ульт. Кокос это третий скилл и сейчас. Вот. Поэтому Линка не поможет. Ну, смотреть надо. Если вы сделали первым артефактом БКБ, то дальше надо думать. Если это минута игры где-то 20, то арчит нет смысла делать, потому что арчит хороший артефакт до 20 минуты игры. После 20 уже хекс намного полезнее, потому что после 20 игры у вражеских керри и разных героев могут появляться БКБ. А арчит, он как бы, ты его вешаешь, парень включает БКБ и все, и арчида нету. Поэтому нужен хекс. В хексе нельзя ни БКБ включить, ничего сделать. А как же, к примеру, Блудстоун первым-вторым артефактом? Блудстоун, он слишком пассивный, в том плане, что он не дает дэмэджа, не дает вот арчит, например. Что арчит дает? Арчит дает мало того, что Сайленс, он дает очень много дэмэджа, так как там два квадрстафа в его рецепте. Он дает много дэмэджа, еще и скорости атаки. То есть ты с этим арчитом можешь просто убивать все, что движется. С Блудстоуном он тебе, кроме как маны и хп, ничего не даст. 10 дэмэджа, по-моему, Блудстоун дает. Единственное, что я помню. От Персика, да. От Персика, да. Все. То есть он тебе ни скорости атаки, ничего не даст. То есть ты кусок мяса просто летающий, и ты быстро героя не убьешь. То есть ты героя убьешь раза в два быстрее с арчитом, чем с Блудстоуном. Поэтому, не знаю, не вижу смысла покупать. Ну вот, допустим, собрали мы БКБ и Хекс. Какой следующий там? Шива или что ты посоветуешь? Смотришь на героев, если против тебя много героев, бьющих с руки, то можно купить Шиву. Она дает армора, нам будет приятно. Она еще и замедляет скорость атаки у врагов на 15%. Вот. Покупаешь Шиву. Если против тебя мало таких героев, то есть есть у тебя там всякие магии, раскастовщики, то, в принципе, без разницы. Можно и Скадзи сделать, и Линку сделать, и Шиву купить, и Блудстоун. То есть там вариантов много. Хорошо. Давай тогда стандартно пройдемся поминутно по Затару примерно, какой он должен быть, чтобы люди ориентировались. Вот начальной мы уже сказали. Пятая минута. Что у нас есть? Сапог, баночка, стик, нулик. Это если мы через нулик пошли в лед. Десятая минута. ПТ-шечка появляется, и там какие-то небольшие денежки на руках. Обязательно именно ПТ, не арканы, да? Нет, арканы, если вы идете не в Блудстоун, чтобы потом арканы разложить, то нет смысла от арканов никакого. Но если все-таки Блудстоун хотите первым, тогда ваши арканы. Да, конечно, чтобы разложить их потом и быстрее его собрать. Пятнадцатая минута. Ну, если все хорошо, уже может арчит появиться. Это если все вообще замечать. Или БКБ. Да, ну БКБ обычно чуть позже, потому что если ты начинаешь собирать арчит, то есть ты покупаешь один обливиан став, и с ним ты уже кого-то убить можешь. Тебе легче убивать, потому что он дает и демиджи, и маны, и скорости атаки. А если ты начинаешь БКБ покупать, то, естественно, ты БКБ покупаешь с Огрклаба, с ХП, и как бы ты в соло не сможешь нормально поубивать. Ну, там один-два фрага сделаешь, но с обливиан ставом ты можешь больше делать. Хорошо. Двадцатая минута? Двадцатая минута уже, если ты пошел через арчит, то у тебя есть арчит и, ну, грубо говоря, Огрклаб и половина Митрилхаммера или Митрилхаммер. Если ты пошел через БКБ, то и решил все-таки после БКБ собирать арчит, то у тебя есть один обливиан став примерно. А если ты пошел в Хекс, решил идти в Хекс после БКБ, то, может быть, там что-то близко к Ultimate Orbo добавится. Двадцатая минута? Двадцатая минута, это уже готовый Хекс или арчит, то есть БКБ, Хекс, или БКБ, арчит, что там ты решил. Еще денежки на руках могут остаться. И, дай угадаю, на тридцатой минуте мы уже должны заканчивать игру. Вот на Шторме с этим проблемы. Тут не факт, что ты на тридцатой закончишь, потому что Шторм — герой, зависящий от маны, то есть ты влетаешь в драки, включаешь БКБ, убиваешь одного героя, и твоя мана подходит к концу. И уже, как бы, если вся твоя команда умерла, то ты умираешь вместе с ней. Поэтому это уже зависит от того, насколько у тебя герои в команде, пушащие, и насколько у тебя адекватные люди. Какую тактику ты посоветуешь для Шторма вообще в общем? Как им играть? Агрессивно? Конечно. Опиши. Конечно. Тактика такая, что получил шестой уровень и ищешь фраги. Не такие фраги, которые втроем бегают, а соло-фраги. То есть если у врагов есть в лесу какой-то герой, это замечательно. Ищешь его по лесу, пытаешься убить. Убиваешь мидера, если это тинкер, или какой-нибудь такой вяленький герой, которого можно одного убить. То есть твоя задача — это охотиться на одиночных героев, которые одни. Потому что если там будет 2-3 героя, то вы никого не убьете. Вы прыгнете на одного, другие 2 у вас что-то скинут, и вам придется улетать. Если улетите. Если улетите, да. Хорошо. Примерно понятно, как игра теперь за Шторм Спирита. Надеюсь... Но это не обязательно, конечно, только искать. То есть вы можете помогать, там, гангать вражескую триплу. Сейвить там. Да, сейвить — это естественно. Но вообще, как охотник, вы должны искать одного героя. За кем-то бегать, шкериться, поджидать. Ну, конечно, и в файтах тоже надо участвовать. Они не знают, что вы... Что там идет драка, вы говорите, не-не-не, пацаны, вы 3 на 3 деретесь, я тут одного ищу. Так наоборот, по-моему, Шторм Спирит должен всегда начинать драку. Нет, но начинать драку — это уже в более такой игре, когда драка 5 на 5. А когда у врагов идут 5 героев, а вас двое стоит, то если ты начнешь драку, то ты ее и закончишь, по-моему, сразу. То есть естественно. Да, у меня последний вопрос, и на чем мы закончим. Как ты относишься к такой фишке, чтобы через шифт летать с фонтана к бараку и обратно? Всегда это делаю, когда мой трон падает. А зачем? Как оно по дамаге нормально наносит? Отвлекает врагов? Даст возможность задейфать лайну лучше? Да нет, конечно, не даст, потому что это все бред. Сколько ты урона нанесешь? Потому что ты летишь, но ты урона 150-200 въедет, и улетишь на базу, и будешь потом 10 секунд ботл пить, чтобы ману отрекенеть. Не, ну это можно делать, конечно, когда вообще все печально, но это не слишком вам поможет. И так как у нас когда-то там было про рапиру и медас, покупать ли эти артефакты на шторма? Медас вообще нет, он не нужен. Шторм, он может делать себе отводы в лесу какие-то, потом через первый скил все это быстро фармить, он и так будет получать левел. Плюс медас, как бы что, он скорость атаки даст, и больше ничего. А за рапиру? Рапиру можно. Вот рапиру можно, но уже потом. Когда будут 6 слотов, я так понимаю. Да, это самым последним артефактом можно купить, это если уже вообще у тебя в команде керри печальный и демеджа мало. Тогда можно купить рапиру. Ну что, спасибо за гайд на шторма. Ребята, не забывайте ставить лайк, если вам понравилось, подписываться на канал твича, стрея. В паблике мои его все ссылки есть, конечно, на плашечке и в описании. Пишите свои вопросы и что вы хотите в комментариях. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Прокачать свой аккаунт Dota2 Переходи по ссылке в описании.